Протокол OSC OpenShort Espace First. Открываем наикратчайший путь первым. Ну тут у нас впервые возникает автономная система это определение. В принципе автономная система это такая вещь то есть набор сетей которые маршрутизируются в интернете как единое целое то есть автономная система для интернета это все равно что хост для локальной сети соответственно снаружи автономная система маршрутизируется с помощью БГП изнутри с помощью локальных протоколов но в частности RIP OSP. RIP у нас позволяет сделать не сплошную не плоскую маршрутизацию а иерархическую то есть мы можем всю сеть разбить на зоны и маршрутизацию осуществлять в рамках зон и подзон. Ну если большая сеть то это очень удобно. Верхняя зона центральной области обычно делается в виде бэкбона магистрали и это все логические области естественно и через нее происходит взаимодействие с другими областями иерархическими естественно из-за того что у нас иерархическая структура у нас несколько типов логических опять же маршрутизаторов внутренний маршрутизатор внутри области пограничный маршрутизатор это маршрутизатор через который идет информация в эту область маршрутизатор пограничной автономной системы это маршрутизатор который связывает с одной стороны это у нас внутренняя автономная система а с другой стороны это уже автономная система вид снаружи и магистральный маршрутизатор бэкбон роутер это вот основные маршрутизаторы через которые подключены и все остальные у нас работает все это по алгоритму дейкстры из-за этого процесс распространения информации о состоянии канала называется заполнением флудинг да ну вот так вот дейкстр предложил у нас создается на каждом маршрутизаторе база данных о состоянии сети тут мы учитываем не только хопы как вы понимаете но и остальные параметры в частности способность наших каналов но и при построении кратчайшие пути учитывается все эти параметры соответственно у нас когда меняется состояние сети мы можем пересчитывать маршруты внутри сети маршрутизаторы которые подключены к одной и той же сети это соседние маршрутизаторы по идее у нас должна топология следующая быть каждый маршрутизатор соединен со всеми остальными маршрутизаторами ну понимаете что при возрастании количества маршрутизаторов количество связей резко возрастает тратится много трафика тратится много ресурсов каждого маршрутизатора поэтому выделяется два маршрутизатора назначенный маршрутизатор и backup назначенного маршрутизатора то есть некий вторичный вторичный для того что если основной назначенный маршрутизатор выйдет из строя тот сразу становится главным назначенным маршрутизатором выборы проходят на основе определенных параметров параметров железа в частности mac адрес можно использовать в результате если у вас старый маршрутизатор в сети то у него естественно mac адрес самый маленький какой-нибудь древний и вот он будет выигрывать если вы вручную не подстроите он будет всегда эти выборы выигрывать ну и в результате на что получается что не каждый с каждым взаимодействует а все взаимодействуют с назначенным маршрутизатором таким образом у нас экономится полоса пропускания и упрощается взаимодействием маршрутизатора в сети ну соответственно если у нас вылетает основной назначенный маршрутизатор то запасной становится основным и тут же объявляются выборы где выбираются новый запасной а в результате перегрузили вы этот маршрутизатор основной а он же не будет основным то есть он должен ждать следующих выборов и выберут его нет это как вы сконфигурите внутри осп хранит базы данных состояния линка топологические базы данных так называемые там значит не только граф расстояние но и учитываются все параметры линка на основные параметры которые нужны сейчас и пропускная способность на каждой отрезке принципе вы можете вешать вес как администратор сами вы конфигурите сеть и вешаете веса в зависимости от вашего предпочтения учитывая и пропускную способность и латентность и так далее все что угодно то есть в принципе это ваш произвол поэтому конфигурить тут сложнее и знаний нужно больше чем в рипе рип включил и работает там и протокол простой и знания от вас особых не требует но поэтому и заголовок тут осп более сложный номер протокола опять же текущий осп 2 осп 3 это для айпли версии 6 и разные поля стандартные значит что ну и по разным причинам могут быть получены сообщение об изменении маршрута но но маршрут появился состояние интерфейса включился выключился слишком долго нет ответа почему непонятно маршрутизатор перегрузился соседний маршрутизатор перегрузился значит изменился маршрут между зонами ну и так далее то есть тут куча возможностей и все они приводят к тому что меняется информация о маршруте осп заточен под tcp и пи жестко тут у нас рип в принципе это достаточно универсальная идеология маршрутизации она работает в разных сетях без больших изменений очень легко адаптируется к любой сети осп заточен именно под tcp и пи и работает только в нем ну какие плюсы ну понятно сеть может быть очень большая cidr поддержка без класса маршрутизации но там и в рип 2 введено такая заплаточка ну потому что рипу идеологии рипа спасили самой по себе это не нужно multi-cast он и в рипе введен в свое время был рип 2 очень быстрый протокол ну не будем сравнивать с проприетарными скажем цисковскими но вот намного быстрее рипа то есть практически мгновенно перестройка маршрутов идет а в рипе достаточно хорошо видно что долго перестраиваться маршрут подтверждение источников маршрутной информации мы можем строить в рамках этого протокола несколько путей к одному и тому же пункту то есть как бы балансировать нагрузку ну и собственно поскольку сети большие то мы можем строить не плоскую а иерархическую сеть что тоже очень удобно моменту ты